Всем снова здравствуйте, друзья! Сегодня мое видео я хочу показать то, что происходит у нас в Великобритании на сегодняшний день 26 апреля 2020 года вот статистика распространения коронавируса посмотрите в Великобритании заражено 148 317 погибло 20 319 вылечено 0 если мы посмотрим опять основной сайт британский government.uk который я вам тоже уже показывала и посмотрим статистику по коронавирусу здесь на сегодня то мы можем увидеть сколько случаев у нас здесь ежедневно происходит смотрите ежедневное количество подтвержденных зараженных 4913 и ежедневное количество смертей 813 человек ежедневное количество смертей если смотрела я за неделю там статистика была там было до 1000 самое большое 988 человек умерло за сутки я почему возвращаюсь как вы понимаете я здесь живу в Великобритании и вот эти вот показатели 0 вылечившихся меня вообще конечно просто повергает в шок вот смотрите что они пишут в активной фазе находится 127 714 человек из них 1559 в критическом состоянии уровень летальности в Великобритании 1369 процентов это на 26 апреля данные и вот я вам уже показывала вот эту вот статистику собранная университетом Джонса Хопкинса статистика данные по странам здесь Великобритания занимает 6 место США Испания Италия Франция Германия и Великобритания и посмотрите опять статистика сколько вылечилось в других странах и сколько вылечилось в Великобритании они показывают 332 человека вылечилось 20354 умерли и они ставят звездочку если вы видите потому что данные не точные потому что какой-то день у них было что там вообще 0-0-0-0-0 вылечившихся как говорила говорится не хочется нагнетать но вот помните я показывала вам вот эту вот брошюру вот такую UK Government брошюра коронавирус stay at home protect the NHS save life я тогда не могла понять как переводится вот эта фраза но оказывается что это не полностью фраза единая такая единая а эта фраза она у них как бы разбита на 3 маленьких рекомендации stay at home стоит находить дома это одна вторая protect NHS это вот защитите государственную медицинскую службу Великобритании и дальше safe life сохраните свою жизнь по поводу защиты медицинской службы Великобритании они всем рекомендуют даже те кто заболел представляете находиться дома оставаться дома они всем рекомендуют пережить вот этот вот коронавирус если у вас все симптомы если у вас повышенная температура сухой кашель вы ослаблены вы лежите с головной болью абсолютно плохо себя чувствуете вы должны находиться дома вы не можете даже вызывать скорую помощь они не приедут и только если уже как они тут рекомендуют у вас будет такое критическое состояние когда вы уже не сможете дышать и задыхаться будете и уже пройдет 7 или 10 дней с момента того как вы заболели только тогда вы должны набрать 111 у них скорая помощь к вам приедет амбулатория их амбуланс называется скорая помощь и вас заберут но получается что уже наверное будет поздно поэтому такое дикое соотношение количества смертей и количество выздоровевших то есть получается из 200 человек 199 умирают один выздоравливает вот так потому что это невозможно на сегодняшний день по-моему уже все медики во всех странах во всем мире они говорят что чем раньше вы обратитесь если у вас какие-то проблемы если у вас симптомы чем раньше вы обратитесь за помощью тем лучше будет и это на самом деле так это подтверждено теми кто вылечился у нас в России я знаю вот а здесь нет они все равно самое главное для них это защитить свой медперсонал ну вот знаете пусть меня бросают тапками сейчас те кто со мной не согласен но я все равно как считала раньше так и сейчас считаю что это неправильно именно поэтому у них такое дикое количество смертей именно поэтому у них самое меньшее количество выздоровевших потому что уже когда процесс как говорится запущен и если коронавирус уже вошел в такую стадию когда человек начал задыхаться то никто ему там уже не поможет в больнице и никакие ЭВЛ аппараты искусственной вентиляции легких также не помогают вот это странно они хотят просто обезопасить своих врачей столько раз повторял об этом Борис Джонсон однако же он сам лишь только ему стало плохо он сразу естественно получил медицинскую помощь и сейчас он уже приступил к своей работе он заболел в начале апреля сейчас он уже нормально выздоровел а вот сколько людей здесь умерло еще непонятно сколько умрет поэтому понимаете эти врачи они давали клятву Гиппократа они обязаны помогать людям а не то чтобы защищаться сами но это чисто мое мнение я его никому не навязываю а я хочу показать вам то что происходит здесь у нас вот я живу тут недалеко сейчас вам покажу в общем-то видео рядом с моим домом как раз вот этот вот находится дом это дом престарелых сегодня тут полдня стоит скорая помощь и вот вторая видите амбуланс у них называется скорая помощь ну что такое дом престарелых вы знаете да здесь хотя он конечно намного лучше может быть чем в каких-то других местах чем в России допустим здесь ухаживают за стариками но все равно хорошее знаете место богадельня не назовут у нас все равно это называлось когда-то богадельня и вот ну я хожу часто здесь и автомобиль свой ставлю вот там как раз и могу видеть почти постоянно тут подъезжает скорая помощь не к одному да к другому вот я вам показываю как называется residential care home дом престарелых и этот дом престарелых он не единственный таких здесь очень много и люди там просто умирают я слышу постоянно приезжают эти скорые помощи водят сирена люди отвозят но уже помогать поздно потому что в Англии как вы знаете 80% населения старше 70 лет но это друзья вот такая вот статистика очень неутешительная а на этом я с вами прощаюсь думаю что у вас все в порядке вы здоровы все замечательно всем желаю здоровья всем желаю удачи и выкарабкаться из этого жуткого времени пока пока